Коллеги, добрый день. Спасибо, что пришли. Меня зовут Вадим Гащеев. Я системный аналитик. Работаю с RP-системами, занимаюсь управлением цепочками поставок. Работаю довольно давно. И моим хобби является улучшение рабочего процесса. И в этом смысле мне очень созвучна мысль Джеймса Клира, который в книге «Атомные привычки» приводит пример британской велокоманды, тренер которой взял за правило улучшать все аспекты работы команды, начиная от здоровья велосипедистов и заканчивая всеми нюансами ремонта велосипедов и расписания команды. И в результате добился того, что команда побеждала многие годы на всех соревнованиях и выигрывала все награды. Я в своей работе тоже стараюсь улучшать все аспекты своей деятельности. Например, я пользуюсь, допустим, парфюмом даже когда работаю дома, потому что это добавляет мне уверенности. Я даже на удаленке работаю в офисной одежде, потому что это помогает фокусироваться на задачах. Метод стерильной кабины использую для того, чтобы ничто не отвлекало на рабочем столе. И управление временем – это также одна из тем, которые помогают мне в моей работе. Возьмем пример из жизни. У вас на работе аврал, задач много, при этом семья тоже требует внимания. Нельзя забывать про развитие, поскольку мы работаем в IT. И если не будешь думать о развитии, то выбьешься из рынка. При этом вам уже не 20, здоровье тоже требует внимания, и вы решаете перейти на четвергневку. Думаете, что это прекрасный способ решить все проблемы разума. При этом задач с вас никто не снимал, и получается, что за 4 дня вам необходимо выполнить все задачи, которые раньше вы делали за 5. Я делал такой эксперимент, тоже иногда работаю на четвергневке, и пришел к тому, что по сути 40 часов я должен отработать, если применять к этому времени коэффициент 1,3, эмпирический коэффициент, который включает в себя перерывы. То есть, допустим, даже по методу Pomodoro перерывы должны в работу включаться, и чистое отработанное время за неделю должно быть примерно 31 час. И если в среду вечером я смотрю, что я отработал 22 часа, это значит, что в четверг я отработаю еще 6, и 3 часа мне нужно еще дополнительно поработать утром, либо вечером, и при этом уделить внимание зеленому и желтому проектам. То есть серенький или синий, в данном случае, проект у меня занял больше времени, соответственно, мне нужно сместить мои приоритеты. Но как этого добиться? Необходимо, естественно, учитывать время. И если мы прикоснемся к теории, то увидим, что многие техники тайм-менеджмента говорят о том, что нужно начать с того, что делать хронограмму каждого дня, то есть записывать все события, все, что происходит, и таким образом увидеть, где есть то, что можно улучшить, выкинуть какие-то лишние дела, переключения, отвлечения и так далее. На самом деле это действительно полезная техника, которая нам показывает, что мы действительно делаем много лишнего, у нас больше действий, чем реально мы осознаем, и, как правило, эти действия занимают больше времени, чем мы думаем. Кроме того, сам факт трекинга, когда ты понимаешь, что ты отслеживаешь свое время, он уже дает тебе больше фокус на задаче, чем когда ты не занимаешься учетом времени. При этом вести трекинг можно на листочке бумаги, самый простой способ. Можно вести трекинг в электронной таблице и потом сводить это в какую-то сводную табличку и анализировать. Но обычная сводная таблица, обычная Google, допустим, таблица, это не совсем эффективный инструмент, потому что необходимо постоянно к ней обращаться. Обычно это делается задним числом. Какие-то события не записываются, и через несколько дней просто бросаешь это делать. Следующий этап – это приложения специализированные, типа Google или Harvest. Я думаю, что многие из вас пробовали ими пользоваться. Я тоже пробовал, но тоже мне бы это быстро надоело, потому что нужно постоянно заходить в приложение для того, чтобы переключить задачу, над которой сейчас работаешь. Это расходует ресурс силы воли. Есть, конечно, и плюсы и минусы также у этого решения. Недавно я узнал, что можно устанавливать на смарт-часы приложение, и я думаю, это бы решило проблему с переключением задач. Но когда три года назад я искал решение для себя, смарт-часов еще у меня не было, и я почему-то искал приложение с голосовыми командами, то есть управляемое голосом, что могло бы учитывать мое время и переключать задачи. Такого готового приложения я не нашел, но нашел зато физический трекер, который выглядит вот таким образом, в виде октаэдра, и верхняя грань которого сигнализирует приложению, какая активность сейчас отслеживается. То есть трекер связывается по Bluetooth с телефоном либо компьютером, и, соответственно, накапливается аналитика, которая выглядит вот примерно таким образом, как на слайде. За каждый день какие-то квадратики означают, что были такие-то задачи в такое-то время, и затем эту статистику можно анализировать в приложении, анализировать тренды, сравнивать периоды и так далее. В принципе, многие приложения дают такую аналитику, тот же Taggle или Harvest, вся разница в методе сбора этих данных. Как и зачем я измеряю время? В принципе, инструмент даже не так важен, как важна система сбора, и чтобы эта система была постоянна. То есть постоянство структуры проектов и задач позволяет затем сравнивать большие периоды времени, то есть месяцы или года. Я выделил для себя две области. Первая область – это работа, рабочие проекты и отдельная категория R&D, развитие, перерывы и административные задачи. И остальные задачи – это домашние дела, ремонт, уборка, отдых и так далее. Каждая активность отслеживается по тегам, то есть теги, естественно, вы задаете сами, дизайн, то есть написание тех заданий, например, анализ бизнеса, тех-саппорт, административные встречи. Допустим, отдельно я выделяю тег делегирования, поскольку хочу понять, сколько времени я трачу именно на делегирование задачи, на проверку результата. И также я могу писать любые комментарии. Каждый проект у меня имеет свой цвет, то есть и на трекер можно также наклеить наклейки разного цвета. Они могут быть синхронизированы с вашим почтовым клиентом, например, с календарем, чтобы все проекты имели одинаковую цветовую маркировку. И что мне это дает? Первое, это, естественно, анализ продуктивности, то есть я смотрю, всегда сравниваю то, что я выполнил за неделю, например, или за месяц, с тем временем, которое я на это потратил. Второе, я смотрю тренды, то есть сколько я тратил на какую-то активность в прошлом месяце и сколько тратил на это в текущем месяце, например. Среднее время выполнения одной задачи. Стремлюсь, чтобы каждая задача выполнялась по методу помодора от 25 до 40 минут. Если среднее время меньше, то это значит, что меня много отвлекали, например, и это может синхронизировать о том, что нужно снизить количество отвлечений, то есть выключить мессенджеры, например, в продуктивное время дня, например, утром мне удобнее писать документы, я могу выключить WhatsApp, Skype и так далее и быть более продуктивным таким образом. Также я отслеживаю начало и окончание рабочих задач, чтобы смотреть время начала и окончания моего рабочего дня, либо время начала дня, то есть подъем и отход ко сну. Также распределение времени между типами задач, то есть, например, если недостаточно времени уделило написанию тех заданий, на следующей неделе или в следующем месяце много времени потратил на поддержку, как вариант. Вторая большая область задач – это выставление таймшитов, поскольку то время, которое собрано, оно очень удобно ложится в любой таймшит, то есть из приложения можно выгрузить данные в Excel и привести его к тому виду, который требует заказчик либо работодатель, и таймшит готов. И третий момент – это планирование работ. Третье направление, где можно использовать такие данные. То есть также и рабочим проектом можно назначать временной бюджет и отслеживать план факт, то есть сколько за месяц вы отработали на конкретного заказчика либо на конкретный проект. И также это касается, например, обучения. То есть когда вы начинаете какое-то обучение, вам говорится, что, например, в неделю вам необходимо будет уделять 8 часов этому обучению. И я раньше брался за обучение, если оно мне нравилось, несмотря на то время, которое оно требует. И только недавно я понял, что на самом деле я не могу взять такое обучение, например, 8-часовое, потому что 8 часов в неделю – это очень много. И, соответственно, когда есть статистика, я могу уже понимать, вместо какой активности я могу заниматься обучением 8 часов в неделю. Например, это, допустим, летний сезон заканчивается, я не занимаюсь садом, у меня выделяется время, я могу пойти на курсы и зимой учиться. Как вариант. Ну и, естественно, корректировать вот эти временные бюджеты со временем. Про рабочие цели поговорили, и теперь про личные. Я с помощью собранной статистики отслеживаю баланс времени на работу и на семью. То есть, например, смотрю, что в некоторые дни у меня были переработки по 10 часов чистого отработанного времени, но, тем не менее, за счет этого я, например, не работал в пятницу, в субботу, в воскресенье. То есть это… Получается, что свои обещания перед семьей я таким образом сдержал. Я молодец. Второе – это отслеживание комфортного рабочего дня. То есть я, например, стремлюсь… Хочу поставить себе такую цель, да, вставать 6 часов утра и ложиться 22. И по началу и окончанию моих активностей я также смотрю, удается мне это сделать или нет. И одним из вариантов использования также является трекинг-привычек. На примере я отслеживаю прогулки и спорт и йога. Время и количество дней, когда я занимался этими активностями. С одной стороны, когда в сумме за месяц смотришь, что уделил, допустим, 8 часов или 16 спорту, вроде бы это неплохо, но когда видишь, что по дням у тебя распределение получилось такое, что там все выходные потратил один или два раза на эту активность, а остальные дней не занимался, то, естественно, это не очень хороший симптом. И третье. И в результате я прихожу к тому, что мой рабочий день, каждый рабочий день, он стал более сбалансирован. Я могу посмотреть, что я, допустим, отработал 6-7 часов чистого отработанного времени. Я уделил сну больше 7 часов, уделил домашним делам, допустим, 2 часа и так далее. То же самое и с недельным профилем. То есть смотрю, сколько в целом получилось рабочего времени, сколько получилось времени на здоровье, на домашние дела и так далее. Именно на горизонте месяц либо год, либо несколько месяцев уже можно делать выводы, не только потому удалось выполнить какие-то цели, какие-то показатели или нет, но и сравнить активности между собой. То есть, например, вроде бы там 3, 5, 8 часов на спорт – это неплохо за какой-то период времени, но когда начинаешь сравнивать, что, допустим, шоппингу ты уделил 12 часов, а спорту только 3, это, конечно, вызывает вопросы. И самое, наверное, важное для меня – это увеличение количества времени, потраченного на те активности, которые для меня важны. Первое – это развитие. Допустим, в 2021 году я уделил этому 131 час, в 2022 году 200 часов. При этом у меня не получается выделять по часу в день, как в золотой формуле. Час в день, 5 часов в неделю. Я в основном добиваю это время курсами какими-то. И если я вижу, что развитию уделено не так много времени, нужно идти на какие-то другие курсы. То же самое со здоровьем. Отслеживаю, сколько времени потрачено на здоровье. Допустим, в 2022 году 95 часов. В этом году уже 83 часа. И год еще не закончился. Соответственно, можно еще наверстать. И также качественный отдых. Я в середине 2022 года начал отслеживать время на отдых и сравнивать его с чистым отработанным временем. Эти синие шапочки сверху – это как раз время на отдых, по сравнению с отработанным временем. И я вижу, что в этом году ситуация улучшилась. Отчасти за счет новогодних праздников, отчасти за счет отпуска. Но, тем не менее, эта пропорция уже увеличивается. Какие выводы? Первое. Учет и анализ по моей системе занимает не больше 10 минут в день. То есть я уже настолько отработал эту систему, что и с учетом кубика, и с учетом до внесения данных в приложение это уже не составляет никакого труда. Появилась новая ценность времени. То есть каждый час уже для меня это подарок судьбы. И я уже думаю, на что его потратить. На чтение книги, на обучение, на семью, либо на какую-то ерунду, грубо говоря. Также взвешенный подход к планированию появился. То есть я приводил уже пример с обучением. Что я думаю, заранее смогу я уделить время обучению или нет. И в целом, когда я отслеживаю время на те активности, которые мне важны, я с удовольствием это делаю. Я понимаю, что инвестирую свое время в то, что принесет мне пользу и какую-то ценность. А, как говорится, где внимание, там и энергия. А где энергия, там результат. Могу приготовить две книги. Атомные привычки, которые я уже упоминал. И тайм-менеджмент по методу Помодора. Спасибо за внимание. Жду вопросов. Спасибо за доклад. Добрый день. Хотела уточнить, сколько вы уже это практикуете. Видимо, несколько лет, да? Но будут два, три. Три года. Три, да. И какие планы, может быть, у вас есть по корректировке своих норм, которые вы выделяете на развитие, здоровье и так далее? Ну, то есть куда дальше будете двигаться, да? И второй вопрос. Вот подготовка к этому выступлению сегодня. Куда вы ее отнесли? К какой категории? И сколько из ваших там планов, может быть, это заняло? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, ну, по планам, в принципе, планы те же самые. То есть развитие, здоровье, отдых и семья. По развитию примерно 30 часов в месяц. Такой временный бюджет, который мне нравится. Что касается текущей активности, это R&D, но с тегом бренд. Так, и что вы еще спросили? Все вроде. Все. Спасибо. Здравствуйте. Александр Тиньков. Спасибо за доклад. Два вопроса. Один короткий. Был ли у вас какой-то период, когда вас выматывало вот это постоянное слежение за временем? Там типа, ой, я забыл, блин, надо возвращаться. И если там не было или там было, то каким, не знаю, майнсетом или каким советом вы себя возвращали к тому, что вот это надо продолжать делать, и вам это точно нужно? Спасибо. Да, спасибо. Когда я трекером не пользовался физическим, тогда вот такое бывало, да, и приходилось себя, ну, просто силой воли возвращать к этому. Но все равно бросал. То есть мне помогло то, что появился инструмент, который помогает мне это делать, и большую часть времени он уже записывает за меня. И мне остается только довнести те активности, которые я не ношу кубик с собой. Хотя я видел в американских видео, что люди даже кубик носят с собой там из комнаты в комнату и переворачивают его. Вот. Но в целом в приложении можно довносить, да, ну, так же, как и в Harvest, и в Toggle. То есть в этом проблемы нет. Вадим, спасибо большое за доклад. Я хотела бы спросить про этот физический кубик. Мы все любим всякие технологии. Сейчас я быстро погуглила и посмотрела там все долларов. Ну, как мы любим. Первый вопрос. Где его сейчас купить? Второй вопрос. Как вы считаете, нужно ли стартовать, если я уже, в принципе, вела такой, ну, подсчет времени, то есть не новичок, а на следующий уровень ждет перейти. И третий. Как вы сейчас оплачиваете подписку? Что касается кубика, сам кубик немецкий. Я покупал, соответственно, три года назад, еще пока не было таких проблем. Есть у него аналог Time Flip называется. Я не знаю, чья разработка, но у него даже 12 граней, и, возможно, его можно проще купить. Значит, оплачиваю через сервис Telegram. То есть они, ну, перевожу им деньги, они оплачивают мою подписку и таким образом продлеваю. Что касается советов, ну, я думаю, что если у вас все работает, вас устраивает, то… А, не очень. Ну, вот с часами вариант. Переключение через часы вот мне бы понравился. То есть он как раз не отнимает много времени. То есть я бы сакцентировал на том, чтобы найти технологию, которая не занимает больше, там, 10-15 минут в день. Потому что иначе это утомительно, и вы бросите все равно. Спасибо большое за доклад. Я вижу еще руки. Докладчик может пройти в дискуссионную зону и ответить на все ваши вопросы. А сейчас за лучший вопрос мы дадим мини-приз. За лучший вопрос девушке, которая задала первый вопрос. Спасибо. Спасибо.